Привет! Давайте сегодня слепим скраб для тела антицеллюлитный. И сегодня я выбрала не совсем обычные ингредиенты. Обычно мы привыкли, что скрабы антицеллюлитные, они такие разогревающие. Они создают приличное сжение на коже. Я сегодня иду от обратного. Я использую небольшое количество ментола и большое количество кетона малины. Так что же за зверь такой кетон малины? Он не совсем обычный и далеко не все им пользуются. Это такая синтетическая добавка, которая добывается из малины. И обладает она тонизирующим эффектом. Подтягивает кожу и убирает признаки целлюлита. Я думаю, что это именно то, что нужно перед летом. Он имеет вот такую классную текстуру. То есть он в виде порошка и растворяется в спирте хорошо, растворяется в воде, в теплой и в масле. В данном случае я хочу растворить его в масле. Две активные добавки. Один супер скраб для тела. Это основа скраба для тела пенищегося. И масло для растворения наших добавочек. Ну и естественно будет хорошо питать, увлажнять кожу. Эфирное масло лайма. Потому что оно тоже обладает антицеллюлитным эффектом и классно пахнет. И для окрашивания мы взяли пигмент зеленый. Он даст легкий такой оттенок, который мы не будем добавлять ему много. Это даст легкий оттенок. Итак, все что нам нужно, вот наша основа. Начнем мы с добавок. Берем маленький стаканчик. Берем сначала кетон малины. Я предлагаю взять его 1% от нашей баночки. В нашей баночке 200 грамм скраба. Мы кладем 2 грамма кетона малины. Вот такой стаканчик. Далее мы берем масло авокадо нерафинированное. И добавляем чайную ложку масла авокадо нерафинированного. И вот здесь у нас происходит волшебство. Потому что кетон малины вместе с маслом превращается в такой классный гель. Посмотрите. У нас с вами не разведен еще ментол. Ментол разводится очень просто. Пахнет ядерно. Я предлагаю взять пару палочек ментола. Прямо вот так голыми руками. Если у вас насморк, то он у вас мгновенно пройдет. 2 палочки ментола. В этот стаканчик. И еще 1 ложку масла авокадо. Совсем чуть-чуть, значит совсем чуть-чуть. 5 секунд. Я перемешиваю наше масло вместе с кетоном малиной. Все это добро я сейчас выливаю в наш скраб. Теперь я это тщательно мешаю. Скраб я выбрала соляной, потому что у него очень мелкий абразив. Кожа становится гладкая и нежная. Вы знаете, по ощущениям я хочу добавить еще 2 чайные ложки масла авокадо в этот скраб. 2 чайные ложки масла авокадо нерафинированного. Ну вот текстура сейчас мне нравится гораздо больше. Она стала более кремовая и менее рыхлая. Я предлагаю сейчас добавить сюда 15 кабель лайма. С одной стороны кажется, что много, да? Но с другой стороны, во-первых, будет стойкий запах. А во-вторых, мы все-таки хотим, чтобы лайм у нас работал. То есть поддерживал наш антицеллюлитный эффект. И нужно очень аккуратно, если вдруг у вас аллергия на цитрусовые, ни в коем случае не используйте эфирки цитрусовые. Итак, теперь я добавляю пигмент зеленый. Добавляю его прям совсем чуть-чуть. Прям совсем чуть-чуть. Речь идет прямо о двух каплях. Итак, вымешиваем наш скраб. По текстуре это напоминает сорбет мороженого. Да, это прямо то, что нравится девочкам. И цвет, и запах. Ну и, конечно же, эффект. Мы получили с вами классный соляной скраб, который можно использовать в душе. И еще немаловажно, что такие скрабы хорошо работают после бани, когда у вас кожа распарена. Вот такая вот штуковина. Меньше частички, пенится, и вообще крутая штука. Не нравится. Как-то так.